С вами я, ваш верный друг Naked Baby, также известный как Big Сегодня, в этот прекрасный день, мы с вами начинаем облизывать первого Гарри Поттера для PlayStation 1 И облизывать мы будем в самых незагорелых местах Так что фастаните ваши ситбелты, мы начинаем Если вы играли в данную игру детстве, то сейчас у вас должен случиться ностальгический флешбек За которым мигом последует инсульт мозга и половых органов Как-то обычно и бывает, игра начинается с предыстории, где нам рассказывают про малолетнего ретарда в лице Гарри Поттера Мальчика, который живет Ну хотя бы живет, я вот лично просто существую Его забирают от приемных родителей в болгарскую школу для альтернативно одаренных под названием Чарывник Под названием Хогвартс Всего в этой школе 4 факультета Пуффиндуй для дебилов Коктевран для дебилов Гриффиндор для дебилов А Слизерин тоже для дебилов, но озлобленных на жизнь Из этого мы делаем вывод, что Гарри попал туда, куда надо С этого и начинается игра Как и во всех играх по философскому камню К нам сначала подходит старый распиздяй Дамбледор И начинает затирать какую-то дичь Гарри, я профессор Эльбрус Дамблдих И вчера я нажрался сливочным пивом с чоколадными лягушками После чего мое очко скастовало Бомбарда Максима И вот только мы хотим отдохнуть от его бреда Как он снова Пизданал кузнечик Хуй, ты мальчонка, не балуй А коль не усвоил ты урок, то скорей соснимай А потом я удивляюсь, почему меня называют умственно отсталым дегенератом А моих подписчиков овощами с грядки Которых я, кстати, пытаюсь поливать, ухаживать за ними И периодически кормить удобрениями в виде роликов Но я вам честно говорю Что-что-что А мой контент очень образов... Смотрите, палочка пердит Как вы уже могли заметить Играю я с расово верным переводом Где все шиворот на выворот Вот допустим сейчас, если верить переводу Мы входим в башню Гриффи Да боже, надеюсь, тут не будет отсылок на Берсерк Пожалуйста, не надо Где встречаем двух братьев Вистали Которых зовут Фред и Георгий Даже тут переводчики справились с адаптацией Имен лучше, чем Спивак Хмм Если быть максимально честным То в этой игре очень даже классная атмосфера по тем временам Видно, что игру делали с душой В отличии от МГС-4, которая все равно говно МГС-4 хуета Баба, это уже двадцатый раз Когда ты говоришь, что МГС-4 хуета Вот наш знакомый умственно отсталый друг Рональд Уисли Который рассказывает нам Что срака Малфи украл нашу сову Но сделал он это не просто так А чтобы мы его уважали Иди домой к маме, Поттер Ой, извини, у тебя же ее нет Хе-хе-хе, надо же Белобрысый у Кепа имел очкастого альфача Смотреть без смс-регистрации Далее идет обучение Где Роналду Фистинг учит нас прыжкам А окологоловый Ник обучает заклинанию Флипенда Или как-то перевели наши энтузиасты Филиппо Кокбака из Джинкинса Звучит как странное сатинерское имя С помощью Флиппенды мы будем всю игру бить, ломать, нагибать и унижать Потому что в этом и есть смысл игры Гарри Поттер мальчик Да ладно Чьи родители это замечательная Лили Эванс И тупой быдлан Джеймс Поттер Который является дебилом, говноедом и гопарем Поверьте мне, я фанат вселенной И прекрасно знаю, о чем говорю А поскольку Гарри от папки недалеко ушел То всем жителям школы Вичк Пафта Я советовал бы на всякий случай послать его вон из Хогвартса В какой-нибудь мажорный МГУ Потому что МГУшников не жалко Вскоре мы встречаем Невилла Долгохуйса Которого совсем уже замучили три тома произведения Атлант расправил плечи Воистину демоническая литература О, а вот и наша сова, которая видела сериал Чернобыль Кстати, именно она доставляет метлу Которую умственно отсталый рыжий дебич Называет жвачкой Урок полета на метле Мадам Хух Надеюсь, что там буква Ч Эта бабища заставляет нас летать на метле Сквозь всякое говно Считая это веселым занятием И не забывая напоминать нам, как настраивать свой прибор Видимо, все-таки там ниче Наконец-то мы встречаем Гермиону Которая тут выглядит как кривая либеральная ЧСВ шалава На это намекает и рыжий социал Даунич Но Лярва все отрицает Уверен, что у нее между ног шредер для бумаги Куда чиновники скидывают папки с черной бухгалтерией В этой игре нас также будут обучать всякому говнецу на уроках Но перед этим нас каждый раз заставляет проходить полосу препятствий на время Которые больше рассчитаны не на первоклассника, а на солдата третьего рейха Профессор Флитвик учит нас, как вингардить Левиосу То бишь заставлять всякую хероту парить Ведь я по жизни долбай Хочу я такой выйти подышать свежим газом Как вдруг снова перед нашими очами выскакивает белобрыз и черт с IQ Как у сторонников Памкин Пая Срака, конечно, рофлит над нами Но стоит нам кастануть Левиосу, как чудик мигом получает его самое слабое место Пердак Ведь игра строго следует книжному канону Следом Драка хочет нам преподать колдовские штучки И тут, как и в ПК-шной версии, начинается битва на магических хлопушках Однако, после каждого отрезка потраченных хп Чемуретыш зовет себе на помощь лупу и залупу Я этими руками две плоские детальки лего отсоединял Ну давай, покажи мне свои финты и пируеты, очкодав Уже втроем эти слезеринцы устраивают тут багда Но в конце концов я веду себя как настоящий самец и доминирую над ними Поттер, ты мразь! Он терменьш и ксеноселюб! Уже на улице до нас докапывается в Срагрид Который, судя по всему, осушил чекушку честный и познал дух истинной русской литературы Он просит нас заглянуть к нему после урока гербологии Где какая-то лишайная дама учит нас как с помощью инсендио заставить кабачок деграднуть Ой, этот кабачок, это прям я после просмотра роликов месье Борибрухли Ябнутый Ронт затирает меня за каких-то пафкёинов, которые, мол, есть у каждого Но его пафкёина отобрали Фред Георгий Я, конечно, ничего не понял и понимать не хочу Да и ожидать чего-то умного от этого рыжего имбецила Это все равно, что слушать АСМР кирпича Уже около хижины Маркса нас встречает Карл, чтобы попросить достать ему огненных фасолей Это с виду безобидное приключение оборачивается для нас прыжками через сраную лаву И дракой против великого чешского режиссёра гейпорна по имени Кузьмас Винья Дементий, тащи Кузьму на место С найденной нами огненной фасолью в виде чищенных мандаринок Мы возвращаемся к Хагриду и наблюдаем за рождением рептилоида Который будет продвигать в массы СЖВ культуру через зубокие компьютерные игори Ещё Карл даёт нам награду книгу про Капитал Книгу про Квидич А поскольку Квидич в мире волшебников это всё равно, что футбол То можно смело считать, что великан подарил нам его иную мангу То, что вы только что сказали Одна из самых безумно идиотских вещей из тех, что я когда-либо слышал Каждый в этой комнате Поставил лайк этому видео и написал в комментариях, что вы гений комедии И самый смешной оригинальный человек в российском ютубе И даже Путин подписался на ваш канал и начинает свой день с просмотра нового ролика и вопроса А когда там видео по Готике 3 или хотя бы новый выпуск гнили ютуба на Алексея Навального? Малафья опять шкодничает и ведёт себя как фашист Он отобрал у бедного Невилла напоминалку И теперь мы должны догонять негодяя и давать кулаком по его, как вы уже поняли, слабому месту Тут, конечно, многие могут меня обвинить в чрезмерных шутках про Малфе и его анус Но смею парировать данную мысль тем фактом, что Малфей сраный слонишит И придумать про него адекватную шутку невозможно Профессор Магонакл всё это время наблюдала, как мы издевались над Белобрысиком И, скорее всего, получала от этого удовольствие Ведь все в этой школе больные на голову Она говорит, что теперь Гарри стал частью гриффиндорской команды Паквидич И вот прямо сразу сейчас в одних носках, трусах, гондоне бежим на поле ловить снич Даже эти фанаты Квидичи симпатичнее тех Дуктрапов из Ласт У вас В награду за победу в матче до нас докапывается Снейп Отбирает капитал и шлёт нас на три буквы Воспитание по-когвартски Если хочешь, чтобы ребёнок вырос успешным и умным Чмари его, унижай и называй дебилом При получении диплома он тебе ещё скажет спасибо Если, конечно, доживёт и не с косплей того карлика из Доки Доки Урок по варенью зелий Снейп снова троллит нас, называет додиком со шрамом в форме вагины И учит, как правильно варить бояру Вигенвальда Который лечит все раны, нанесённые ударами судьбы И жестокостью нашего ублюдского общества Правда, как бы мы ни старались Он всё равно скажет то, что обычно говорят зрители После просмотра моих роликов В которых не было шуток про пиписьки Гарри Поттера отправляет в подземелье за ещё одним ингредиентом Но тут появляется таинственная личность Которая устраивает над нами розыгрыш Теперь мы в сраке Тут полно опасностей и троллей Которых можно троллить О, смотрите сейчас над волокасом по рофлю Правда, есть такая вещь, как карма Скоро появляется пивас, который шутит над нами И осыпает типичными хогвартскими приколами Маленький Поттер кавку читал Сюжет он не понял, ничего не узнал И только потом допёр кое-как Герой таракан, а Поттер мудак И вот вроде бы пивз безобидный дебил, который только может на словак размотать Но потом мы натыкаемся на одержимые пивзом доспехи Которые вполне реальным мечом хотят нас зарезать Тем самым полтергейс превратил эту безобидную детскую игру в какую-то хероту без сюжета Хоп, хей, ла-ла-лей Прилетела к нам сова и посылку принесла Ну тут опять появляется этот призрак с анимешными глазами и отбирает её Клятый анимушник, отдай пи ссылку Оказывается, внутри посылки был плащ-невидимка Гарри, как яркий пример ясности ума, надевает этот плащик и идёт троллить деда с его кошкой Чтобы в итоге найти какое-то срамное зеркало и пойти назад в развитии Мда, с этим переводом всё, конечно, подаётся совсем не так Если в книге Джоан Роулинг лишь делала намёки То в этой игре нам прямым текстом говорят, что Гарри Поттер — ретард Следующий день начинается с событий Рон рассказывает, что похотливый тролль начитался берсеркой И теперь ходит около женской душевой в поисках Гермионы Мы, конечно, хотим ей помочь Но внезапно тролль обнаруживает нас и понимает, что поговорка «Нет лучше влагалище, чем очко товарища» Это самая настоящая жиза, придуманная мудрым и абсолютно разумным человеком В конечном счёте мы ломаем троллю пиздак Выигрываем очередной матч по квидичу Тем самым поддерживая хогвартское ЛГБТ-комьюнити И узнаем от Хагрита ужасную весть У его дракоши вывалился анал после БКшного вопера Поэтому Хагрит, тут внимание, берёт нас с собой в косой переулок Чтобы мы помогли ему приобрести ингредиенты для лекарства Вы не поверите своим глазам, но мы реально бегаем по косому переулку Вот это да! Вау-вау-вау-вау! Великан на всякий случай говорит нам, что если мы проголодаемся, то он припас для нас немного бутербродиков и пивас Так Гарри уверовал в социализм Теперь наша задача приобрести три ингредиента Ну, с ними всё понятно Но для начала нам надо метнуться кабанчиком в Сбербанк и снять лавешку со счёта И вот тут начинается самое интересное Нам предстоит один из самых, наверное, поехавших этапов игры Гоблины просто так деньги выдавать отказываются и заявляют, что Гарри должен собрать их сам, сидя на этой вагонетке А перед этим собрать кучу форм на скользком полу косплея Юри на льду Бюрократия во всей красе Вы же не хотите мне сказать, что... Потом мы возвращаемся в Хогвартс и вместе с Кубариком ищем единорога по следам его крови Параллельно устраивая забив против черепахи, кастующей фаерболы из своего анала Вы можете снова обвинять меня в дегенеративной пердильности моего мышления, но игра сама так и просит это вам Ладно, финал уже близок А я ещё столько вам не рассказал и столько низких шуток не пошутил Три дебила отправляются спасать философский камень Предварительно наткнувшись на трёглавого пёсика породы мохнатый Абдористун На несколько сорняков На сраный летающий ключ И на колокольчики Вот тут и начинается почти боссфайт Таинственный выпердей магии натравливает на нас доспехи Которые мы разматываем чисто на флипендочах Но затем он вызывает на помощь Мать моя женщина, да и отец мой тоже Это что за Арториас низкополигональный? Вы где такого насмотрели, за каким чёртом решили добавить в игру для детей? Вы из малолетних дебилов решили ещё умственных инвалидов сделать Которые потом будут по ночам вкрывать, сраться и снимать экранизации книгам с третьей по последнюю Сажаем рыцаря на бутылку безалкогольного Потому что спирт губит Россию И узнаём, что таинственный незнакомец Это местный Рафлан-дурачок из касты опущенных Профессор Заика Ему нужен философский камень, который теперь лежит у Гарри в штанах без карманов Квирл поворачивается к нам в затылку И мы видим, что к его лысине прилипла какая-то уродливая туалетная бумага Которая ещё нам какие-то предъявы кидает Сам боссфайт несложен Но по первой подаёт адреналинчику Да, сначала мы валим на него колонн И потом стреляем через зеркало Но вот потом начинается 18 плюс контент Квирл ложится на нас И судя по всему Эм... Пытается нас под пельмешки Ну вы поняли Поэтому нам надо часто жать кнопку квадрата Чтобы сжимать наш квадратный сфинктер Как можно сильнее, не пускать его в Василиска В нашу тайную комнату В конце концов Гарри откусывает своей жопой его член И игра заканчивается Все празднуют, веселятся, бухают Устраивают вписки с групповушками под музыку трапа Билли Айлиш И просто с пользой проводят своё время А вы только что посмотрели данное видео И ваше потраченное время уже ничего не вернёт Как обычно, я делаю ролики по подобным играм Просто потому, что я не знаю Без какого-либо понятия Я сейчас сижу, не понимаю, зачем ещё высыл подобный ролик Вам там нормально? Если да, то прошу вас, поставьте этому ролику Класс А если нет То на нет И суда нет Давайте там Живите счастливо И пусть в вашей жизни Тоже будет Хагрид С бутерами И пивком